Я их выращиваю на лет 50 уже с лишним. И прям сохраняете? Да, и у меня была очень шикарная коллекция. Сейчас она три или четыре раза меньше, ну где-то около 80 всего. А так было 200 с лишним. Ни о чем просто. Вот. И знаете, вот эту коллекцию я отдавала одному нашему цветоводу, другому, третьему. Периодически каждый отказывался, потому что это культура, которая требует просто повышенного внимания. Ну, одна из самых, надо сказать, трудоемких культур, это глазиолосы. И вот в этом году она вернулась ко мне. Посадили, ну, мы примерно, ну, примерно сотка. Ну, так как та женщина, которая выращивала их в прошлом году, она их не обработала от трипса, а трипса было много. И, естественно, луковицы все были поражены, вот все высосаны соки. Я посадила очень-очень рано в апреле. Для чего? Потому что я боялась, что как только я очищу чешуи, значит, сразу они начнут засыхать. И сажала очень-очень густо, потому что думала, что мы вообще эту площадь просто, она запустеет вот так. И они все взошли. Потому что любовь, потому что про любовь. Представляете, сотка вот этих гладиозов очень густо, всем грядок. Что вы будете с этим теперь делать? Представляете, это вот вы говорите о реабилитации. Это вот каждое утро и каждый вечер мы сможем, как дураки, идем на эту плантацию. Она от дома далеко. Вот здесь масштабы маленькие, а там масштабы большие. У нас гектар земли, да, предположим. Но он естественно. Мы не можем вдвоем, нам по 70 лет, мы не можем его обработать, этот участок. Поэтому вот такими кусками. Где-то скошено, где-то не скошено. И вот эти гладиозы, они на самом заднем участке. Там более печатная почва. И вот мы каждое утро, каждый вечер идем. Вы знаете, нет цветов. Вот сейчас пошли стрелки, вот сейчас начинается цветение. Вот я приеду туда сегодня и думаю, что уже первый цветок раскрылся. Вот. И надо сказать, что вот это идет просто энергетическая подзарядка. Мы приходим, мы видим, какие они здоровые, какие они красивые. Во-первых, то, что они все взошли. Это всегда такое чудо. И к ним такая благодарность за это, что они все выросли. Я вот этим женщинам звонила. Что они так отзывчивые. И это, и то. Это уже четвертая была, которая выращивала мою коллекцию. Потому что у меня здоровье плохое, у меня нет сил. Вы ее передавали просто, да? Чтобы они поддержали. Да, да. Просто одна отказывалась на первые 100 лет. Там года два выращивала, отказывалась. Другая год выращивала, отказывалась третья. Потому что это действительно трудоемкая культура. Вот. И теперь она вернулась в коллекцию ко мне. Вот я периодически им звоню и говорю, я их благодарю. Потому что они сохранили мою коллекцию. Они сохранили мой любимый цветок. Вот больше 50 лет он является моим любимым цветом. Прям ваша опора. Он такой шпорник еще такой. Да, 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 да. Когда-то мама меня очень ругала за них. Вот. Что я приезжаю на участок. И первым делом я бегу грузила его сосмотреть. Да. Вот. А дочка потом ей прочитала где-то про то, что вот у нас, ну, как это, забыла, вот, забыла. Ну, биоритмы. Про биоритмы. Что вот цветов тоже биоритмы. Так же, как и у людей. И вот они, бывает, совпадают. Да. И вот она сказала, бабушка, отстань от мамы. У нее, значит, совпадают биоритмы с этими глазиолусами. Да, это то счастье, когда совпали, и вы можете получать оттуда энергию от этих цветов. Это то, что помогает вам жить. Мне кажется, вообще садовники дольше живут, чем не садовники, которые не общаются с цветами. Поэтому это счастье найти свой цветок. Когда-то маму спасли цветы тоже. Она бы погибла, если бы не цветы. Вот так получилось просто случайно. Так же, вот и я. Я просто живу цветами. Да. Поэтому у меня такой красоты нет. А вам это не нужно, значит? У меня совершенно другой сад, он более естественный. Вот, ну, как бы сейчас в таких условиях. И более запущенный. Это слава Богу. Вы даете природе действовать самостоятельно. Да, да. Нет, вот сейчас там муж, он очень мне помогает, он колит, он всё делает. Так более или менее. Но, тем не менее, так как я занимаюсь продажами, корнилась, поэтому я постоянно всё это делюсь, продаю, всё делюсь, продаю. И пишут, что... И начинает мне рассказывать. Ну, начинаем общаться, он начинает мне рассказывать, как он увлекался гладиолусами ещё в детстве. Вот, и какая у него была прекрасная по тем временам коллекция. И как он тратил последние копеечки, что ему давались там на завтраке, он тратил на приобретение посадочного материала, вот этих луковиц. Вот. И как потом он с ней в одночасье расстался, отдал маминой подруге полностью коллекцию. Вот. И он всё равно их любит до сих пор. Вот вы знаете, вот с кем не разговариваешь, вот любят гладиолусы. Ну, выращивать никто не хочет. Очень много вознесения и хранения. Наверное, надо покупать просто на один год, что называется, брать луковицы, покупать, высаживать. Это проще. Это гораздо проще. Но, к сожалению, вот не всегда приобретёшь те сорта, которые хочешь. А сорта, которые эксклюзивные, такие, они очень дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова